Это 23 серия одного блока, на который я добавил триллион нодов. Смысл в том, что у меня есть бесконечный генератор абсолютно рандомных блоков, на который мне может попасться как обычная земля, булыжник или листва, так и генераторы, ультра-мега-печка или ядерная бомба. Так, напомню, что в предыдущей серии мы убивали кого? Мы убивали... Так, чё у меня не видно, ничё. Мы убивали безруб! Если честно, еле-еле вообще убивали, блин. Я сдох раз 5, наверное, или 7, ну наконец-то! Я выбил эту долгожданную звезду Незера! Она мне потребуется, чтобы убить следующего босса, ещё более сложнее, но зато более эпичного. Блин, это ж, наверное, только хуже её моё. Короче, босс этот называется Гая, и для её спавна мне потребуется маяк. Его мы сейчас будем скрафтить, но только ещё я напомню, что мы сделали просто офигенный вот этот вот тесак, который со 100% шансом выбивает любые головы с мобов. То есть там голова Крипера, голова Скелета или голова Визера. Вот у меня их тут и раз, вот она тут и два, и в МЕ-системе куча. Для создания маяка мне потребуются такие ресурсы, но, блин, чё-то стекла не хватает. О, вот здесь дофигища, всё. Офигенно, создаю маяк, конечно, трачу звезду Незера, но это просто необходимо. Маяк, зачем мне нужен маяк? Чтобы заспавнить Гайю, мне нужно будет слитком Террастали тыкнуть по этому маяку. Ну, погнали, я, допустим, сделаю этот слиток Террастали. Теперь попробую им тыкнуть по маяку, то нифига ничего не происходит, он просто открывается. А всё потому, что кроме слитка Террастали и маяка, мне, чё, нужно будет построить определённую структуру. Для этой структуры мне нужно будет также создать какой-то новый Гайя пион. А делается он из слитков элементе и также пыльцефеи, которые уже в свою очередь создаются на эльфийском портале. В общем, нужно пройти ещё достаточно геморроя, чтобы дойти до Гайи, но сначала я посплю. Сделаю ещё один диск хранения на 16к, потому что у меня закончилось место в системе. Сложу весь свой хлам. И по традиции расширю остров, конечно. Хотя подождите, стоп. Как вы заметили, в моей деревне я строю домики для жителей каждой профессии. То есть у меня уже есть броник. Второе, это библиотекарь. А также есть оружейник. Да куда ты прёшься, гомодрил. Также помимо них у меня с последней серии успело ещё два жителя развестить. Это вон тот какой-то безработный. А также ещё один малышок тут сидит, прыгает. Привет. Теперь надо решить, какой профессии строить следующий домик. И на выбор падает... Падает... Дом каменщика. Уже не в первый раз встречаю, что у кого-то лагает на одном блоке. Ребят, максимально соболезную, ведь действительно даже в небесах на острове может лагать. Вот такой фпс у меня был в первой серии, а вот такой он сейчас. А, я кажется знаю, кто во всём виноват. Это всё пчёлы. Пчёлы и роды. Если серьёзно, то ничто так не поможет справиться с лагами, как покупка мега-качественного компьютера от Hyper PC. Например, ПК Lumen Gaming. Это лучший выбор от Hyper PC для 4K игры. То есть, прикинь, можно будет играть в наш любимый Майнкрафтик с ультрашейдерами, запикнуть ещё модов штук 100-200 и всё равно даже намёка на лаги не будет. Но не хаскали. Самое офигенное, что во всех компах от Hyper PC стоят видеокарты RTX 30 серии с трассировкой лучей. А это значит, что наш Майнкрафтус превращается во что-то мега эпичное, супер реалистичной графикой. Что насчёт других игр? Lumen Gaming тянет всё вообще зашибенски. Любые ААА-проекты без каких-либо лагов, с максимальным реализмом и кинематографическим качеством. И всё это в таких играх, как Майнкрафт, Фортнайт, Киберпанк и так далее. Но плюхи на этом не заканчиваются, ведь также в RTX видюхах есть технология DLSS. То есть графика ещё круче, а FPS и ниже... Нет, только выше, блин, это гениально. И также присутствует в нашем Майнкрафтике. Короче, ребят, я уже давным-давно знаком с Hyper PC и очень рекомендую их продукцию. У них сбалансированные и мощные конфигурации для игр. Можно самому собрать ПК в удобном конфигураторе и, главное, гарантия. Как-никак, Hyper PC лидер в России по производстве компов. Поэтому, если что, все ссылки будут в описании. И грибочек. И грибочек. И бумс. Вы знали, что каждый уважающий себя каменщик должен возле своего дома выращивать коноплю? Коноплю. 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 Коноплю сажайте. Вы не первые. Слушайте, мне кажется, деревня просто нереально офигенная и насыщенная получается. Здесь уже жители ходят, блин, болтают друг с другом что-то. Их уже в общей сложности накопилось ровно 5 штук и скоро, мне кажется, деревня просто нереально разрастется. Их тут будет ходить, я не знаю, несколько десятков. Это, конечно, все замечательно, но единственная проблема, почему-то до сих пор я никаким образом не назвал эту деревню. Она точно заслуживает названия и знаете, что я придумал? Есть у меня одно интересное название, но почему бы нам не придумать его вместе? Пишите предложение, как назвать эту деревню в комментариях. Я выберу самое офигенное и так ее назову и напишу где-то здесь на большой табличке, пока не придумал где именно. Каменщик у меня, кстати, уже сюда заселился и я просто не могу оставить его без имени. Эй, держи, братан. Я каменщик, работаю 3 дня. Он здесь живет. У каменщика я, кстати, могу очень выгодно покупать изумруды всего лишь за 10 комка глины. Погнали я ее побольше понакрафчу. И закупаю кучу глины, кучу глины, кучу. А, все уже. 16 штук, тоже хорошо. Ладно, наконец-то вернемся к нашей Гае. Во-первых, был бы не лишним взять лексику из Ботани, это официальная книжка, где отображается вся информация, что да как, и найти здесь этот ритуал Гаи. Ага, и походу его здесь вообще нету, или он еще заблокирован и не разблокировался. В любом случае, сначала мне нужно будет строить портал в Ильхейм. Вот таким образом он будет выглядеть. Я могу нажать на кнопку визуализировать и поставить его, например, где-нибудь, как, зажмите shift. А, все, вот, я его поставил. Конечно, он, не, здесь я не хочу его ставить, уберись, хирот. Допустим, пусть он будет стоять где-нибудь вот здесь. О, нормальное местечко. Для создания этого портала, как я говорил, потребуется слиток тарастали, так как я уже один создал, то переделываю его в самородки. Делаю сначала ядро эльфийских врат. Три блока светящегося жизнедерева. И у меня закончилось это жизнедерево. Два бассейна маны и два природных пилона. Но, как мы видим, они создаются из пилона маны. А, он, кстати, вообще тоже наизит. Две штуки делаю. И раз, и два. Офигеть. И на все про все всего один слиток тарастали, реально. Блин, вы глядите, портал аж сквозь блоки отображается. Вот это круто. Погнали строить. Еее, структура готова. Но это еще не все. В радиусе 11 блоков от эльфийских врат нужно поставить эти пилоны. Обычно их все ставят максимально близко, но я сейчас понял, что я, в принципе, могу их поставить на эти бассейны маны. Они уже полные. Давайте я сейчас уберу отсюда искры и попробую поставить. Ну, чисто протестить. Так это, конечно, будет некрасиво смотреться. Потом я это переставлю, но хочу посмотреть. Ну-ка, почему не ставится-то? О, все, готово. Теперь просто беру посох силы, тыкаю его по вратам, и мне даю достижение, и портал активирую. А, стоп. Э, еще. Ирод, активируйся. Э, блин, ладно, сделаю как они хотят, и, короче, поставлю эти порталы, точнее, бассейны маны прямо рядом с порталом. Да, блин, дебильные фантомы. Нифига себе, их там много. Один здесь и один здесь. А, быстрее спать. Теперь лишь проблема состоит в том, чтобы передать ману из этого бассейна в этот. Если я буду использовать обычные распространители, то это капец, как долго. Но прикол в том, что я могу их улучшить. Для этого мне потребуется, во-первых, линза мана эффективность, а также потенциал. Я их объединяю вместе, и эффекты суммируются. Теперь я также присоединяю распространитель к бассейну и надеваю уже на него эту линзу. Вместе с ней он будет гораздо быстрее передавать ману в другой бассейн. Ну-ка, давайте посмотрим постепенно, потихонечку. Ну-ка, если я поставлю еще два распространителя, то, слушайте, реально, уже побыстрее. Но на самом деле есть еще один способ. Он просто нереально мега быстрый, ребят. Вы сейчас офигеете. Для него мне потребуется манонасос. Я, короче, соединяю два бассейна маны рельсами. Запихиваю один бассейн в вагонетку. И, смотрите, я могу ее поставить на рельсы. Все, бассейн маны, по сути, может ездить по рельсам. Вот я даже толкаю, оно ездит, все, конечно, круто, но мана не передается. Чтобы она передавалась, нужно к бассейну присоединить манонасос. Ну-ка, снова ставлю бассейн маны и, смотрите, что... Ай, не, еще ничего не происходит. Потому что я его неправильно поставил. Во, все, смотрите, началось просто с какой бешеной скоростью, е-мое. Весь бассейн маны полностью опустошился. Не, ну это просто бипет. Теперь я могу либо второй насос создать, либо вот этот просто сломать. Ее сюда перемещаю, опля. Только немного. Ой, главное сейчас вагонетку не сломать, а то оно нафиг оттуда все уйдет. Вот, смотрите, смотрите, что происходит. На, и она полностью вся. Эй, стой, стой, стой. А, ну хотя все, нормально, этого будет достаточно. И почему у меня голод? Не понял. Эй, почему у меня голод? И то же самое делаю с другим бассейном. Вот только если бы они нормально перемещались, е-мое. О, сказка. Все, это все какашки я убираю. И пробую, наконец-то, активировать портал. Смотрим. И он активировался, вообще, наконец-то. В самый первый раз, когда я играл с ботанией, наверное, как и все, я подумал, что это реальный портал. И можно телепортироваться куда-то. Но нет, к сожалению, нельзя. Он только нужен для создания предметов. Например, создание слитков элементия. Или драконьего камня. Где камень? О, камень дракона. А также я могу прокачать лексику ботании, и у меня будет уже прокачанная лексика. Не знаю, правда, чем она отличается. Что самое интересное, разработчик добавил кастомные рецепты даже в эти врата, и я могу сделать элементемную пчелу. Которая будет создавать сотые элементия, да, и все это дело автоматизировать. Но кто смотрел предыдущие серии и знает, насколько геморройно выводить какое-то новое яйцо. Поэтому нет, пока что я откажусь, этого делать не буду. Собственно говоря, мне именно потребуются только слитки элементия, а также пыльца феи, потому что мне нужно сделать гайя пилоны. Пыльца феи делается из жемчуков маны. Спасибо, брата. Ну, а про слитки я уж говорил. Снова делаю пилоны маны, и потребуется их 4 штуки. И мне не хватает. Вот с алмазами, кстати, реальные проблемы. Блин, нужно придумать какую-нибудь ферму алмазов или их у жителей покупать, пока что не знаю. И превращаю их в гайя пилоны. Маяк я тоже забира... Стоп, что? Маги! Ведьмы! Но убивать Гаю где-то вот здесь у меня совершенно не получится, потому что для неё нужно капец сколько места. И строить арену с Гайей я буду, пожалуй, вот здесь. Да, вон там. Так, теперь визуализирую весь этот ритуал. Вот так. Структура, конечно, готова. Но если я сейчас попробую нажать слитком тарастали по маяку, то нифига всё равно ничего не происходит. Потому что мне пишут, что нужно расширить платформу. Причём, нехило так расширить, ёкарный бабай. И ну-ка пробую ещё раз. Стой, 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 нет, вы только не убивали меня, а? Как мне выбраться? Опа-на, ребят, я в попе. Фух! Просто я сейчас не хочу начинать с ней драться, она убьёт меня нафиг, я ещё не готовый. Но самое главное, что территории уже хватает, это круто. Но по снаряжению, как мы удостоверились в прошлой серии, у меня она вообще фиговая. Если я даже визера еле-еле убил ту Гайю, я тут вообще буду помирать нафиг каждые 5 минут. Поэтому для битвы с Гайей мне потребуется ещё вот такое количество обмундирования. Первое, это броня из элементе. Вы мне спросите, на кой фиг мне такая броня? Ну, во-первых, это офигенная, вы сами посмотрите. А во-вторых, у неё есть замечательная способность, которая мне потребуется в битве с Гайей. Она даёт шанс, что может заспавниться Пикси. А эти летающие Пикси будут нападать на Гайю и также её дамажить. А прямо в битве с боссом Гайей это будет очень полезно, поскольку в неё фиг, блин, попадёшь. Следующее, это терролезвие. У него есть офигенная способность, смотрите, если я произвожу ему удар, то вылетают какие-то частички. На самом деле, это прямо как из террарии. Там есть точно такое же терролезвие, я могу дистанционно попадать по мобам. Например, на тебе лошадь. А, там трава. О, видали? Попал. Только, естественно, надо зачаровать, потому что у него всего 7 урона. Великое кольцо феи. Если я его на себя надену, то у меня появится ещё плюс несколько процентов, что может заспавиться Пикси. А вот это кольцо просто нереально офигенно. Это кольцо дальнего богатства. Оно позволяет мне доставать до блоков или до враждебных или каких-либо мобов дальше почти на 4 блока. То есть, прикиньте, я вот здесь стою, обычно я до сундука, а вот никак достать не могу, блин, далеко он. Но если у меня было бы это кольцо, то я смог бы это сделать. Но разочарование, в нём используется руна гордости, а здесь нужны маналмазы. А у меня их нету, и вообще алмазов нету, только один. И сейчас меня, наверное, некоторые будут бить палками. Потому что я нашёл мега читерный способ, каким образом можно добывать алмазы на одном блоке. Короче, крафтим разборщик. Ставим его на землю. Берём любую частичку алмазной брони, запикиваем его туда. И смотрим, что происходит. Пять алмазов. А учитывая тот факт, что я могу у Броника покупать алмазные, например, ботинки за один изумруд, то это просто мега читерный способ добычи алмазов. Я не буду им пользоваться, кроме этого раза, потому что сейчас, блин, алмазы мне нужны просто позарез. А потом делаю нормальную ферму там на пчёлах, например, алмазных. А, теперь я просто богач. Ой, нет, зачем я всё выки... Зачем я всё выкинул? Ладно, создаю руну. И делаю это офигенчески крутое кольцо. Становлюсь с того на это же расстояние. И я могу достать до этого сундука. Вы просто глядите на это. Я даже... Я до того могу достать, ну-ка, и до этого, а до этого уже не могу, да. Следующая пояс странника. Благодаря этому поясу я буду бегать быстрее, кстати, прыгать тоже выше. Но самое офигенное, смотрите, как я смогу забираться. Оп, без прыжка просто. Раз, два, три, четыре. Это просто моё самое любимое кольцо, наверное. Я бегаю, я бегаю, я бегаю без прыжка. Без прыжка. Зачем мне нужна жуткая маска, я вообще не знаю. Но зато выглядит странно. Я с Ковидвард, блин. Ещё есть вот такая. И вот такая. Это точно что-то странное. О, есть очки. Вот это уже покруче. Что просто обязательно мне потребуется, это ароматические палочки. Это те же самые зелья, но они будут работать гораздо большее количество времени. И мне не нужно их будет накладывать на себя. То есть они будут работать автоматически. Для их создания мне нужна ботаническая варочная стойка. Выглядит она вот так. Как обычная варочная стойка из Майнкрафта. Это только здесь будут готовиться ароматические палочки. Сначала делаю обычные две ароматические палки. Если я что-то попытаюсь с ними сделать, то нифига не происходит. Я их помещаю на варочную стойку. Далее адский нарост, слеза гаста и светокаменная пыль. А вот что дальше, я не помню. Э, может быть по сухам силы надо тыкнуть? И, и, нет. Или нужна мана? Может вы? Что ж ты не создаешься, Ирод? Да, наконец-то. Ароматическая палочка на регенерацию 2 готова. Как вы видите, эта регенерация будет длиться аж 25 минут. Это жестко. Но мне нужна еще одна. Палочки будут работать таким образом, что я поставлю сначала ароматические плиты. Под всей моей ареной, потому что на ней нельзя тогда гайни заспавниться. На эти плиты я запихиваю эти палочки. И потом я их активирую, и они будут работать. Но сначала я наконец-то создам последний предмет, и это будет кулон. Из нароста, железного слитка и кожи. Я его также надеваю в специальный слот для жерелья. И у меня будет бесконечный эффект сопротивления второго. Да, это круто. Так, с истаряжение по сути все готово. Я уже мега имбал, и у меня такое чувство, что я любого босса могу на изи завалить. Но нет, и еще пока что нет. Ведь я до сих пор не зачаровал броню и меч. Но у меня только 19 уровень. Э, ну Мадрил, ты поможешь мне добыть уровень? Ну помоги мне, пожарюсь. Поэтому угодно бывает кварц. Эээ. Во, они меня стреляют, и Пикси сам убил Пиглина. Вообще крутяк. Эээээ. Т cans면. Танец, тас, кто могу погодить. Танец, тас. О, сундук И наконец-то зачаровываю это все Первое, это релезвие, пожалуйста, хоть бы нормально Астрота, да, теперь нагрудник, блин Я надеюсь, что не будет так же, как с теросталью Когда у меня все зачаровалось на гнеупорность и взрывоустойчивость Ну какой-то пипец Пожалуйста, пожалуйста Прочность Еще раз Да это гнеупорность Ладно, нагрудник не подведи А, у меня уже опыта нет Еще раз зачаровываю нагрудник и Наконец-то, господи Может быть еще и ботинки зачаруются Офигеть, да мне везет сегодня Ох, ну я теперь прям вообще модник И уровень 3500000 Балдю, бам-бам По сути все, в битве с боссом Гай Я полностью готов Также я скрафтил вот такой вот прикольный стальной щит из эмерсива Сделал еще 10 золотых яблок Ну и так же буду, возможно, луком пользоваться Так, давайте я зажгу эти свои ароматные палочки Все, мне даются регенерация и сила Закрываю это все дело Съедаю золотую яблоко Блин, конечно, ссыкотно И активируются ли так-то растали Так, шифт прогнув Ну чего столько громко Погнали, Гайя Я убью тебя Ай, больно Все, она переходит в новую стадию Скелетов тесаком убивать Голову выпадать Нет, это сердце Нет, нет, нет 20 скелетов Ааа, будешь? Господи Я убил, кстати, ее тесаком Специальный Выпала с нее голова Нет, голова с нее не выпала Хотя говорится, что если убивать Гаю тесаком То больше шанс выпада головы Слушайте, нет Вот это таралезвие Это вообще имба Реально, всем советую Пользоваться именно им Битвей с Гайей Потому что луком я вообще в неё нифига не попадал И мобов еле-еле убивал А вот зачарованные терролезвия это просто реально имба Давайте посмотрим, что мне выпало Аж 8 духов Гаи Блин, я столько всего интересного сейчас с него смогу скрафтить Также мне выпал эпический мешок шейдеров Открываю его и мне выпадают какие-то шейдеры, ладно Ещё скрипучая пластинка Надо сейчас обязательно послушать Ну и одного визор скелета я убил тесаком И выбил голову из учителя Кстати, я только сейчас понял, что я щитом вообще ни разу не пользовался Ну да ладно Господи, господи, нет Из духов Гаи я могу скрафтить кучу всего интересного Но самое интересное, я могу сделать слиток духа Гаи И с помощью него вызвать уже стражника Гаи второго уровня То есть этот босс будет ещё сложнее, чем этот И я вообще не представляю, как я с ним драться буду Короче, пока не, не, этого не будет А сейчас я бы сделал кушак пилигрима Это тоже такой поиск, который позволяет бегать ещё быстрее, чем до этого И уже прыгать, да, вообще на три блока вверх Это имба, прям реально Но, естественно, самое главное, чего вы ждали Это рамки портала Вент Ровно шесть штук мне нужно Кто забыл с генератора одного блока Я шесть уже выбил И всё, у меня хватает на создание портала Вент Ух, как же долго мы к этому шли Ровно 23 серии Это, конечно, не конец сборки Я вам даже скажу больше Дракон это не финальный босс, да Реально, там есть ещё боссы Крутые, более крутые боссы Но строить дракона и убивать портал Я уже буду в следующей серии А с вами был Ванчил и всем Ты на мой канал подпишись Ты забыл оформить подподписку Ты оформил её А так живай, к тебе пастор